Здравствуйте, мои дорогие друзья! В этом видео мы поговорим о таком способе переезда в Германию, как BFD. Об этом способе я еще не рассказывала на своем канале, во многом потому, что эта программа очень похожа на FSH. Про FSH у меня уже есть видео, несколько, которые вы можете посмотреть и узнать подробнее про эту программу. А здесь я расскажу вам о том, чем отличается BFD от FSH, и что это вообще такое. Чисто организационное формальное различие этих программ в том, что BFD и FSH финансируются из разных немецких ведомств. Различия по существу, они действительно интересны для тех, кому больше 27 лет. Потому что у BFD нет ограничений по возрасту. Плюс еще одно большое преимущество этой программы в том, что BFD можно начинать каждый месяц, в то время как FSH начинается обычно 1 сентября. По профилю работы BFD это тоже социальные специальности. Вы можете работать в больнице, или в доме престарелых, или в детском саду. Но в BFD к этому списку причисляются еще административные работы, работа в сфере перевозок. И кроме того, вы можете быть еще хаусмайста, то есть как бы домоправителем, человеком, который помогает контролировать, например, многоквартирный дом и выполнять какие-то мелкие работы по этому дому. По условиям труда они в принципе такие же, как и на FSU, то есть вы получаете карманные деньги, обычно это 300 евро. Жилье может предоставляться, может не предоставляться. Естественно, иностранцы ищут те места, где жилье предоставляются, и они есть, просто нужно искать. И работайте вы как на полноценной работе, то есть 40 часов в неделю. По языку теперь в списке документов для визы пишут базовые знания необходимые немецкого для и FSU, и BFD. Но по опыту могу сказать, что минимум нужен А2 немецкого и лучше B1, потому что с А2 мало кто берет. Плюс, если мы рассматриваем людей старше 27, то могут возникнуть при подаче на визу проблемы с мотивацией. То есть вам нужно продумать логично, почему вы решили сделать BFD после 27 лет, потому что это уже достаточно солидный возраст в том плане, что человек уже должен был бы определиться с профессией и понять, куда он хочет дальше идти. Но мотивацию в принципе можно придумать всегда, главное, чтобы она была логичной. Если вас интересует программа BFD, я могу помочь вам как с поиском программы, места для работы по BFD и также с получением визы. Связаться со мной вы можете в инстаграме, в группе ВКонтакте или по электронной почте, все контакты будут в описании. Пишите в комментариях, что вам еще интересно узнать о BFD или о других программах переезда в Германию. У нас также есть телеграм-канал, где мы постим скорее политические новости. И спасибо вам большое за просмотр, ставьте лайки и до скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok